А сегодня я хотел говорить немного о нас как раз перед молитвой, чуть затронуть о молитве. Я обратил внимание, когда мы молимся с детьми, что ждут дети в молитве. Иногда. Иногда они ждут, иногда ждут. Они ждут, когда закончится молитва. Я так это увидел, настолько остро это почувствовал, что они ждут. Ну когда же эта молитва закончится? Папа, ну я же уже помолился. А ты еще за это помолимся. Ну папа, ну давай уже. Уже Арсена очередь или уже Кирюши очередь. Я говорю, а не бывает ли в моей молитве, когда я молюсь Господу и я не дожидаюсь, когда будет действительно мое общение с Богом. Мы начали с детьми учиться так, чтобы нам в нашей молитве достигнуть результата. Ну я обратил внимание, когда общаюсь с женой, то есть она со мной общается, она говорит, ты никуда по сторонам не смотри, ничего не делай. В то время, когда я с тобой разговариваю, ты мне нужен полностью. Я говорю, ну я в это время пока что-то сделаю, пока ты что-то рассказываешь. Я же пришел с работы, надо что-то сделать. Я говорю, нет, ты должен был полностью мой, когда тебе рассказывают. Тогда я понимаю, что ты полностью, твое внимание приковано ко мне. И я, получается, ничего не могу сделать. Мне нужно полностью свое внимание целиком уделить жене. И я понимаю так, что когда я в молитве, получается, у меня должно быть полноценное общение с Богом. И то есть мое полноценное общение, это когда мое внимание полностью, то есть я полностью сосредоточен. И я ожидаю что-то в молитве. Я ожидаю в молитве, чтобы соприкоснуться с Богом. Вы знаете, у меня когда-то в детстве часто бывало, что я так выбегаю, у бабушки там с веранды выбегаю и кричу, папа! Он говорит, что ты кричишь? Я тут сижу возле веранды. Он там на стульчике сел. А я же выбежал, сначала не осмотрелся, но сначала кричу, папа, на весь двор, чтобы слышно было, если он вдруг далеко пошел. Он говорит, что ты кричишь? Я тут рядом. И получается, что и в молитве бывает. Я кричу Богу, кричу, он говорит, а я тут, я рядом. То есть ощути вот это полноценное общение. Ты сначала меня найди, а потом уже говори. То есть чтобы у меня не было изложения фактов, просьб, еще какое-то изложение, чтобы оно не приходило мимо, чтобы мое общение было полноценное. Интересное, я смотрел фреску Микеланджело, его картина там, где он изображает сотворение. И кто из молодежи знает, такой был Нокия, там такая картинка, заставочка, когда рука соприкасается с рукой. Вот Микеланджело передал в этом, что Бог, он дотрагивается до Адама, вдохновляя в него жизнь, то есть дая ему жизнь. То есть эта фреска, эта картина, она передавала, что Бог вливает в Адама жизнь. И получается так, когда я соприкасаюсь с Богом, то есть я в молитве моей, у меня цель в молитве, не просто помолиться, Господи, в моей молитве есть цель. Я хочу в этой молитве, во-первых, полноценного общения, для того, чтобы оно было, я хочу соприкоснуться сначала с Тобой, соприкоснуться с Тобой. И очень одно местописание, которое очень мне нравится, я часто задумываюсь о нем, это Марка, 5 глава, говорится здесь об одной женщине. С 25 стиха, это 5 глава Марка, с 25 стиха, говорится, «Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хоть к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился к народу и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя?» И говоришь, «Кто прикоснулся ко мне?» «Но он осмотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала эту женщину в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни твоей». Что сделала эта женщина? Она прикоснулась к Иисусу. То есть ее прикосновение не было таким, которое было, ну, те люди, которые теснили его. Им было интересно чудеса, им было интересно, что это было за человек. Но она с конкретной целью, она хотела прикоснуться к Иисусу и прикоснуться к Нему с верой. Она всю свою нужду, все свое желание, она вложила в это прикосновение. Всю себя, всю свою веру, все, что у нее было, она вложила в это прикосновение, она нуждалась в этом прикосновении. То, что мне нужно в молитве, когда я прикажу на молитву? Я все свое желание, всю свою веру вложить в то, чтобы прикоснуться к Иисусу. Не просто рядом пройти, не просто посмотреть. Нет, я хочу прикоснуться к Иисусу. Место Писания, еще одно, которое я хотел, это 1 Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Апостол Павел, он передает, он говорит 17 стихом, «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Вы знаете, я для себя в молитве взял, как за правило. «Господи, первое мое желание – это соединиться с Тобой, быть с Тобой одним духом». Он говорит, потому что тот, кто соединяется с Господом, становится одним целым с Господом. И я понимаю, с кем я, ну, хочу больше это понять, с кем я соприкасаюсь. С кем я соприкасаюсь? Тот, который является источником всего. Источником жизни, источником любви, надежды, веры, долготерпения. То есть все, что мне нужно, все, буквально все, оно есть в нем. И если я с ним нахожу вот это соприкосновение, то вся моя боль, с которой я прихожу, мое опустошение, депрессия, непонимание, неверие, сомнения, все, что меня тревожит, я прихожу и соприкасаюсь с тем, который является источником надежды, веры, долготерпения. Все, что мне необходимо, то, в чем я имею пустоту, в чем я имею потребность, я соприкасаюсь с ним, и я получаю это. Потому что я соприкасаюсь с Богом, я соприкасаюсь с Творцом, я соприкасаюсь с тем, кто любит меня и хочет дать мне все необходимое для моей жизни и благочестия. Он хочет это дать. Апостол Павел в послании Ефесянам, он первой главой, 19 стихом, он говорит, что одно из пережитого, когда он соприкасался с Богом, он сказал такие слова, которые настолько могущественно наполняют нашу веру. Он говорит, и как безмерно величие, могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. То есть после того, как соприкасается он с Богом, соприкоснулся с Богом, апостол Павел мог сказать такие величестные слова. Говорит, и как безмерно величие, могущество Его в ком? Вот это величие, вот это могущество. В ком? Говорит, в нас, действующих, верующих по действию державной силы Его. То есть после того, как я соприкасаюсь с Богом, действительно соприкасаюсь с Богом, действительно у меня происходит полноценное общение, меня наполняет вот это безмерное величество, могущество, любовь наполняет. Вы знаете, я стараюсь прибегать, у меня не хватает любви, у меня не хватает терпения, у меня где-то какая-то опустошенность, и я бегу к Господу, Господи, мне нужна, Ты мне нужен, я хочу соприкоснуться с Тобой, я хочу напитаться от Тебя. Моя цель есть в этом. Мне нравится в Парекладе Огиенко Давид, 63-й Псалом, хочу его зачитать, как происходило у него, что нужно от меня, чтобы соприкоснуться с Богом. Мне очень этот стих нравится, это 63-й Псалом, Парекладе Огиенко, второй стих, он говорит так, я так приглядався до Тебе в святыне, чтобы побачить силу Твою и Твою славу. Он говорит, я так приглядався до Тебе. То есть в молитве, он когда пришел, говорит, я так приглядався до Тебе, Ты мне очень нужен, Ты мне очень важен, я приглядався до Тебе. То есть эти слова, которые, знаете, направляют сердце с таким трепетом, с таким желанием, с такой жаждой, просто слиться с Богом. Я так приглядався до Тебе в святыне, чтобы бачить силу и славу твою. И восьмым стихом он говорит, как результат, «Пригорнулась до тебя душа моя». «Пригорнулась до тебя душа моя». То есть это из переживаний Давида, из личных его общений с Богом, результат его общения, что происходило, с каким желанием он приходил, и что давало результат его молитвы. Говорит, «Пригорнулась до тебя душа моя». Еще коротко хотелось сказать о примере самого Иисуса, когда Он говорит о своей связи с Богом. Это Иоанна, 14 глава. С 10 стиха, 10 и 11. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Итак, сам Иисус, Он говорит о той связи, которую Он имеет с Отцом. То есть непрерывной связи. Говорит, Отец во мне, я в Отце. И когда Он умирал на кресте, вы помните Его слова, которые Он сказал. А после того, как эта связь, из-за того, что грехи всего мира были на Нем, и на некоторое время, мгновение, и вот эта связь была прервана, что Он сказал? Что Его тревожило больше? Это 27-я глава Матфея, 46-м стихом. «А около 9-го часа возопил Иисус громким голосом, или, или, лама совахвани, то есть, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» За что переживал Иисус? Он переживал о той связи, которую на тот момент, на тот момент, когда грехи всего мира были на Нем, эта связь на мгновение прекратилась. И за что Он переживал? Он переживал, зачем Ты оставил Меня? Он переживал о той связи, которую Он имел с Отцом. Что из всего, что я прочитал из того, что слышали, хотелось извлечь, то на нашей молитве я хочу достигнуть результата, я хочу иметь полноценное общение, я хочу в первую очередь, что сделать это соприкоснуться с Богом, соприкоснуться с Отцом, я хочу соединиться с Богом, я хочу наполниться тем, что имеет Отец, что имеет Иисус, что имеет Дух Святой, наполниться, чтобы потом этим жить, чтобы быть потом этим наполненным. Пусть нас Бог в этом благословит, чтобы наша жизнь была полноценной и в молитве, и в нашей практической жизни. Мы будем молиться об этом. Аминь.